Уважаемые коллеги, добрый вечер. Я рада приветствовать вас на нашей встрече в Методическом клубе учителей-словесников Института содержания методов и технологии образования. И сегодня мы будем говорить о современной детской и подростковой литературе в школьном образовании. Встречу буду вести я, Бердышева Лариса Романовна, методист отдела методологии и перспективной детактики. Итак, какие проблемные мы вопросы обозначаем в начале разговора? Ну, во-первых, нам важно понять, как современная литература отражена в новом стандарте, в примерной рабочей программе и проекте ПОП. Какие тексты стоит нести на урок и как может происходить их отбор, навигация. Я расскажу о своем опыте составления навигатора по современной детской и подростковой литературе. Также мы поговорим о проектах, связанных с чтением современных текстов и их популяризацией. На нашей встрече присутствует Антон Александрович Скаченко, кандидат педагогических наук, заместитель директора школы «Золотое сечение» Москва, методист программы «Учитель для России». И под редакцией его в 2020 году вышла книга «Современная детская литература». Это сборник уроков участников программы «Учитель для России». Также познакомимся с опытом работы школьных учителей современными произведениями. Послушаем выпускников программы «Учитель для России» Оксану Васильевну Сергееву, учителя русского языка и литературы школы 34 города Воронежа. И Яну Денисовну Акландер, учителя русского языка и литературы школы номер 14 из Китима Новосибирской области. Если к нам присоединиться в процессе нашего разговора председатель гильдии словесников, учитель школы 15-14, Склачев Антон Алексеевич, мы, конечно, попросим ему высказать свою позицию по данному вопросу. Ну и, конечно, поговорим о том, что интересно практикующим учителям. Вы можете задавать вопросы в чате по ходу нашего разговора, мы их будем озвучивать, Маргарита Владимировна будет с вами следить. И также можно поднять руку, есть у нас такая функция, и задать вопрос лично. Ведется запись нашей встречи, и ее можно будет посмотреть на YouTube-канале ИСМИТО. Итак, первое, с чего я хотела бы начать. Все разработки методистов ИСМИТО по литературе, они направлены на обновление школьного литературного образования. Ну, понятно, что его невозможно осуществить без понимания важности детского и подросткового чтения. Вот мы проанализировали результаты международных исследований, посвященных чтению. И вывод такой. По результатам международного исследования качества чтения и понимания текста учащимися начальной школы, я имею в виду ПрИЛС, последнее исследование было проведено в 2016 году, в этом году будет новое, Россия не занимает лидирующие места. А вот по результатам международной программы по оценке образовательных достижений учащихся ПИЗа, оценивающей функциональную грамотность подростков и умение применять знания на практике, мы находимся в отстающих. Вот, конечно, мы все прекрасно понимаем, что это связано в том числе и с тем, что мы, взрослые, родители, педагоги, методисты, библиотекари, не являемся авторитетом для детей этого возраста. У них меняются досуговые предпочтения, они ориентируются на мнение своих сверстников, выбирают себе кумиров, исходя из собственных увлечений. И если посмотреть на эту ситуацию глазами школьного учителя литературы, то какие механизмы он может использовать для вовлечения ребенка в текст? Как мы можем мотивировать детей к чтению? Ну и, конечно, нам интересно, какие возможности нам предоставляет Московская электронная школа. Многие произведения, традиционно изучаемые в школе, неинтересны современному подростку. Мы понимаем, что язык художественного текста чаще всего непонятен, и темы, которые затрагивают, они просто не затрагивают его лично. Другое историческое время. А главное, ребенок постоянно задает вопрос, ну вот при чем тут я? И это понятно. Всем вот нам нравится обсуждать проблемы, которые затрагивают нас с вами. Ну здоровье, погода, дети, успехи или неудачи в профессиональной или личной жизни. Точно так же происходит и в выборе книги. А мы сделали выбор за детей. Поэтому для изучения таких текстов должны использовать разные технологии вовлечения подростков в чтение. Ну, допустим, выбирать интересные способы представления материалов, формулировать проблемные вопросы, которые могут показать связь с их жизнью проблемами и мечтами. Цель такой работы будет сотворчеством, чтобы дети ощутили себя не сторонними наблюдателями, а с авторами изучаемого произведения, погружаясь в природу художественного текста. В отличие от классики, современная литература говорит на понятном им языке. И учителю не надо предпринимать таких усилий в выборе технологии вовлечения в текст. Надо предоставить возможность знакомства с интересными, репрезентативными произведениями современных авторов. Мы понимаем, что сейчас с нового года учебного будет уже использован новый ВГОСТ. Утверждена примерная образовательная программа по литературе и обсуждается проект примерной основной общообразовательной программы. И таким образом все равно происходит переосмысление содержания учебного предмета. Мы видим, как современная литература постепенно, но она утверждается в школьном литературном образовании. Хотя имена современных авторов в ВГОСТе еще не звучат, но что я вижу. В задачах овладения умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художных произведений указывается уже не только древнерусская, классическая русская и зарубежная литература, а и современных авторов. Когда разговор идет о развитии умений планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, приписка такая, в том числе за счет произведений современной литературы. Но, к сожалению, в списке произведений литературы 20-21 веков представлены фамилии авторов, которые мы не можем считать уже современными писателями. И здесь, я считаю, мы должны с вами решить, вот какой период творчества мы будем считать современным. Если поколение меняется каждое десятилетие, то было бы, наверное, справедливо считать, что это произведение, которое написано 10-15 лет назад. И это, по моему представлению, это максимум. Вот проб, ну здесь мы не будем делать различия, и его дают более конкретные представления о современном литературном процессе, который должен быть представлен в школе. Вот так, задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей, пропускаю строчки, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы. А предметные результаты по литературе в основной школы должны обеспечивать развитие умения планировать собственное досуговое чтение, в том числе за счет произведений современной литературы. Идет уже разбивочка, что в пятом классе мы это планируем с помощью учителя, в шестом обогащаем свое собственное досуговое чтение по рекомендациям учителя, в седьмом классе уже подключаются сюда не просто рекомендации учителя, а и сверстников, а в восьмой класс уже проверены интернет-ресурсы. И это все касается современной литературы. Более того, именно уже прописано содержание. Вот в пятом классе в теме произведений отечественных писателей 19-21 веков на тему детства, помимо таких корифеев, как Катаев, Крапивин, Казаков, Олексин, мы уже видим фамилии Артура Геворгизова, Марина Арамштам, Нарине Абгарян. Шестой класс. Сразу в нескольких темах представлены современные писатели. Вот так о прозе отечественных писателей конца 20-го, начала 21-го века, в том числе о Великой Отечественной войне, мы уже видим, что дается глава, уже прописана «Очень страшный 1942-й Новый год» из книги Жволевского Пастернак «Правдивые истории Деда Мороза». Также произведения современных отечественных писателей-фантастов. И здесь мы уже видим и Жволевский Пастернак, и Лукьяненко, и Лидерман, причем все это уже прописано с конкретными произведениями. Время всегда хорошее, и Мальчик Тьма, и Лидерман предложена календарь мая. В произведениях современных зарубежных писателей-фантастов здесь у нас, конечно, лидирует Гарри Поттер, а в седьмом классе в теме взаимоотношений поколений, становления человека, выбора жизненного пути уже указаны и Тамара Михеева «Легкие горы», и Ульф Старк уменьшит и свистеть Ио Хана, а в восьмой класс представлен фамилии Нины Сергеевны Дашевской. Но помимо этого, во многих учебниках мы уже видим, что представлены произведения современных писателей, так и Мария Пары, Наталья Громова, Ижволевский Пастернак и другие современные писатели. У нас в институте, в нашем клубе уже прошли встречи с авторами учебников, профессором Ланином Борисом Александровичем и Архангельским Александром Николаевичем, авторами УМК по литературе. И каждый из них подчеркивал, что видит расширение списка литературы за счет привлечения книг современных писателей. Эта встреча записана и выложена на нашем сайте непосредственно к своему личному опыту. В 2018 году я с моим соавтором, Мачехиной Ольгой Николаевной, автором и руководителем международного конкурса медиапроектов «Страна читали» составили навигатор по современной литературе для детей и подростков. Ну вот так, если будет видно, я покажу эту небольшую брошюрку. Что же послужило причиной этой работы? Мы понимали, что уже в начале 21 века на полках книжных магазинов и библиотек появилось большое количество новых детских книг. И в профессиональных социальных сетях, в интернете шло постоянно активное обсуждение книг современных детских писателей. Появились авторитетные рецензии на новую детскую литературу. И вот с появлением этого нового круга чтения, школьное литературное образование, оно требует какого-то педагогического осмысления и атмосферы современной детской литературы. Мы подумали, что, конечно, вот необходимо представить какую-то навигацию для учителей, учащихся, родителей, школьной библиотекарей по чтению детских книг. Соответственно, если навигатор, надо было нам выбрать какие-то ориентиры навигации в этом море современной детской литературе. Что мы взяли за основу? Ну, во-первых, это сайты детских библиотек, интернет-журналов детской литературы, другие информационные ресурсы книжного направления. Во-вторых, представили национальные проекты, конкурсы, литературные премии в области детской литературы. Указали авторитетные сайты издательств. Они обошли вниманием и книжный фестиваль, ярмарки, выставки, праздники детской книги. И представили профессиональные чтения о развитии современной детской литературы. Мы здесь, конечно, указали и Екатерину Асонову с ее книгами «Детские книги в круге чтения взрослых», и Елену Галицких, и Наталью Кутенникову, и Сергею Ароби, и новые имена в детской литературе, подставители Елену Сачева, и Елена Станиславовна Романичева со своим соавтором «О тихой радости к чтению, к восторгу сочинительства». Были представлены два выпуска «Навигатор по современной отечественной детской литературе», который назывался «Живые лица». Ну и, конечно же, все это представили с опорой на официальные документы о поддержке детского чтения, которых очень даже немало включено сейчас. Итак, вот включенные в «Навигатор по современной детской литературе» произведения мы распределили по классам в соответствии с типом ведущей деятельности для каждого возраста. Ну, для пятого-шестого класса мы понимаем, что деятельность детей обращена к внешнему миру с целью получения какой-то информации, и любознательность, наверное, это основное качество этого возраста, плюс эмоциональное общение, сюжетно-ролевая игра, которые еще остаются ведущими типами деятельности. Ну и, конечно, у детей этого возраста храняется наивно-реалистическое отношение к литературе. Для возраста седьмого-восьмого класса происходит возврат внимания к собственной личности, открытие уникальности собственного внутреннего мира. Подростки, они не пытаются замаскировать свои внутренние желания, они проецируют себя в чувства, настроения, желания, и им важно это, конечно, собственное «я», оно обретает какое-то первостепенное значение. И тут понятно, что ведущей деятельностью становится сообщение. А в девятом классе происходит развитие абстрактного и логического мышления, рефлексии собственного жизненного пути, стремлений к самореализации. И в познавательных процессах появляются стремления к интеллектуальному экспериментированию, самоконтролю и саморегуляции. Для нас важным критерием отбора литературных текстов для школьного изучения стала актуальность художественной проблематики для современных детей и подростков, обращенность литературного материала к личностному опыту учащихся, к волнующим их проблемам. Вот какие подростковые проблемы мы выделили в произведениях современных писателей? Ну, во-первых, конечно, непонимание стороны взрослых, неприятие себя как личности, проблема одиночества, неуверенность в себе, закомплексованность. С одной стороны, стремление выделиться и сталкиваясь, с другой стороны, попытка оставаться собой, скрываясь масками. И вот представление современных авторов в «Навигаторе» получилось разным. Это зависит и от продолжительности художественного творчества писателя, от его публичности, открытости читателям. Некоторые писатели с удовольствием рассказывают о своем детстве, первых шагах в литературе, делятся своими увлечениями, ведут какое-то активное общение с читателями в социальных сетях. Другие же скрываются под маской таинственности, информацию о них мы просто вылавливали по крупинкам. Нашей основной целью было предоставить возможность с первого знакомства с новыми именами в литературе, показать пути развития современного литературного процесса и представить список уже зарекомендовавших себя книг. Итак, вот последний такой рывочек в моем выступлении. Какие писатели мы вот выбрали для нашего «Навигатора»? Мы их так назвали, писатели в лицах. Это Дина Сабитова, Марина Арамштам, Ася Петрова, Станислав Востоков, Анника Тор, Ксения Драгунская, Ульф Старк, Анна Гавальда, Евгения Пастернак и Андрей Жбалевский, Евгений Ельчин, Дарья Вилькин, Рене Абгарян, Кейт Дикамила, Даниэль Пинак, Энфайн, Петер Ван Гестел, Тамара Михеева, Эдуард Веркин, Виктория Лидерман, Нина Ташевская, Артур Геворгизов. Вот новый тематический каркас МЭШ, он предоставляет возможность изучать произведения современной детской и подростковой литературы во многих темах. И нам важно узнать о ваших подходах к изучению произведений современной литературы, об интересных проектах, связанных с приобщением к чтению, о формах работы, которые считаете перспективными в современной школе. Поэтому я бы очень хотела сейчас передать слово Антону Александровичу, который нам и расскажет об одном из таком, даже не об одном, наверное, проекте по современной литературе, поделится своим педагогическим опытом. Пожалуйста. Да, спасибо большое. Добрый вечер, коллеги. Единственное, хотелось бы демонстрировать. А вы можете, да, на стрелочку здесь нажать, запросить, да, и это без проблем. Так, тоже тут. Вот здесь стрелочка у нас где-то. Стрелочка в прямоугольнике, Антон. А все уже пошло. И пытаюсь сейчас, собственно говоря, как-то. А видно сейчас что-то? Мы вас видим. Да, все супер. Да, отлично. Да, коллеги, добрый вечер. Очень рады мы здесь сегодня присутствовать. Такой небольшой командой. И такое выступление у нас будет общее. Вместе со мной и Оксана, и Яна тоже расскажут о каких-то вещах, связанных с современной литературой. И будем непосредственно представлять опыт программы «Учитель для России». Вот. И чтобы понимать, что это такое, все-таки, да, несколько слов хочется сказать о программе. Так, вот. Программа «Учитель для России» — это программа, собственно, глобальная философия и видение заключается в которой в формуле каждый ребенок станет автором своей жизни. Да, и с этим девизом, соответственно, там, первый год 40 человек, там, 6 лет назад, а вот в этом году вышло уже 250 человек в разные школы региональной нашей страны. Чтобы тоже понимать, да, в каких школах мы работаем, очень важно здесь подчеркнуть, что мы работаем в школах со сложным социальным контекстом. То есть это школы, в которых хуже всего сдают ЕГЭ. Это школы, которые совершенно проваливаются во всех показателях с точки зрения, да, ну, то есть диагностики Министерства образования на местах. Поэтому как раз-таки наша философия в том, что можно в разных местах изменить и сделать что-то. Вот. Поэтому хочется это подчеркнуть, чтобы вы понимали как раз-таки непосредственно тот контекст, в котором мы существуем. И, соответственно, в программе есть разные учителя. Есть учителя истории, учителя русского языка и литературы в том числе, и которые объединяются в разные методические объединения. Вот у нас есть объединение учителей русского языка и литературы, которое существует с самого основания программы. И в разные годы были разные методисты в программе. Вот в какой-то момент было нам повезло Надежда Аронна Шапира несколько лет. Вот мы успели как раз-таки начать вот эту глобальную работу с современной детской литературой. Риммера Попорт, соответственно, сейчас методист программы и является таким тоже флагманом с точки зрения каких-то новых методик и исследований в этой области. Поэтому нам кажется важным все-таки делиться тем, что у нас получается, и наше, скорее, выступление с точки зрения того, какие вопросы мы ставим для себя в рамках этого направления или этой темы, и на какие удается отвечать, на какие отвечать не удается. Но все-таки кажется важно подчеркнуть, что про современную детскую литературу и вообще включение, вот я не могу разобраться, единственное, как я думаю, а вот, да, включение современной детской литературы вообще в программу литературного образования. Это традиция методическая, и понятно, что это давняя традиция, про которую в том числе говорил Марансман, и кажется важным для нас тоже было бы для себя найти какое-то такое основание у авторитетов. И здесь вот эта фраза, что для учителя внеклассное чтение, мы смотрим это, да, с привлечением современной литературы, это лучший способ проверки эффективности обучения в сфере свободного общения с искусством. Да, когда есть возможность вот как раз-таки выбирать, обсуждать, оценивать, отказываться, искать новую книгу. Для нас это как раз-таки одни из показателей того, что то, что мы делаем, да, с учениками в программе, это все проходит не зря. Какие вопросы у нас возникали, когда мы начали только-только с детской литературой вообще приходить в школу, и какие вопросы на самом деле остаются до сих пор для учителей литературы, как для нас в частности, так и вообще в целом, как нам кажется, да. Первый вопрос вообще, как выбрать подходящую современную книгу, потому что тоже ни для кого не секрет, сейчас огромное количество авторов прозвучало, большое сейчас количество каких-то событий, маркетинговых каких-то историй, которые, ну, рассказывают о разных-разных книгах, и как выбрать ту самую подходящую книгу, потому что, по большому счету, мы все понимаем, что у учителя читать большое количество подростковой литературы времени, конечно, нет, да, и в чем опираться, на что опираться в этом выборе, да, кому верить, куда смотреть, как как раз-таки вот эти навигаторы, которые создаются, да, могут дойти до учительства. Мне кажется, это такой глобальный вопрос для всего сообщества в целом, да, потому что, ну, существует достаточно много разных конференций, событий вокруг этого. Все ли это доходит до учителей, которые вот здесь вот как раз-таки в поле. Это такой вопрос методический, мне кажется, на который стоит искать ответ. Второй для нас вопрос, который мы тоже, на который мы отвечаем и который соотносим друг с другом, это как сделать чтение детской литературы в школе безопасным. И мы это обсуждали с Антоном Алексеевичем в какой-то момент, да, и вот обсуждали на одном из марафонов с учителями. Вообще есть какой-то, ну, то есть вообще может быть ли чтение вообще не безопасным, с одной стороны, да, а с другой стороны здесь мы вкладываем все-таки безопасным для учителя, потому что новая литература, да, современная детская литература, многими родителями, школами, ну, воспринимается по-разному, нужно честно ответить, да. Не все родители готовы, ну, доверять учителям, которые приносят новые книжки, в которых разговаривают про какие-то проблемы, на которые родители сами порой не могут ответить или на вопросы, на которые они не могут ответить, да, а детские книги эти вопросы задают. И здесь, конечно, учитель становится таким, ну, посредником и на передовой, и часто какие-то вещи, какие-то обвинения в сторону учителей приходят. И мы сталкивались даже с самыми безопасными, на первый взгляд, текстами, такое, как, я не знаю, удивительное путешествие кролика Эдварда, когда родителям было непонятно, почему в какой-то момент кролика переодевают в девушку, в платье, почему женское платье он носит. И это было таким для родителей, условно, маркером того, что вроде учитель идет не туда, и какие-то ценности не такие прививают подросткам. И вот это как сделать безопасным, как раз-таки, как сделать безопасным приход детской литературы в школу, тоже один из глобальных вопросов. Следующий вопрос, тоже не менее важным, а как связать как раз-таки с программой по литературе, да, как включить и какими технологиями пользоваться, да, включение, связывая с классическими текстами, не связывая, да, связывая с какими-то актуальными проблемами. И тут путей включения может быть, в принципе, несколько, о которых тоже можно разговаривать и тоже можно делиться. Как организовать чтение книги в условиях ее не такой широкой доступности для учеников, да. Мы работаем в сельских школах, и важно понимать, что не 30 книг по, не знаю, удивительному путешествию кролика Эдварда в школе не будет, да, телефонов, смартфонов, айпадов тоже в школе не будет, но и найти нужно, скачать, купить, распространить, то есть это тоже такой большой вопрос на самом деле, да, он такой технологический, но с другой стороны он задает разные пути изучения, о которых мы чуть-чуть позже поговорим, да, когда можно читать в классе по одной главе, когда можно читать книгу, передавая друг другу, и у нас такой опыт тоже есть в создании книжной полки, когда там одну книжку привезли, соответственно, и ее в течение там трех месяцев все дети друг за другом читали. И вот этот акт, соответственно, совместного чтения, когда одна книга переходит из рук в руки, ну, кажется тоже большой победой, когда мы, когда школьники в это включаются, верят и живут этим, что очень важно. Ну и чем, для нас еще такой один вопрос очень важный, чем урок по классическому тексту, по программам отличается от урока по современному тексту и должен ли отличаться, да, по формату, по содержанию, по наполнению, то есть какие, ну, то есть должен ли он отличаться или не должен. Мы пробуем разные совершенно варианты в этом плане, но кажется, что современный текст, если мы его приносим в школу, должен как-то разворачивать, ну, по-другому урок литературы, да, и это важно тоже понимать и пробовать, что как раз-таки в рамках современного текста учителя есть возможность для большего творчества, может быть. И это тоже, ну, то есть вопрос, который дает какие-то направления, размышления и так далее. Что еще важно для нас, боже мой, так, пробуем, вот. Что еще для нас важно с точки зрения детской литературы, то, как мы с этим работаем, мне кажется, это тоже такой важный методический опыт, да, когда условно собирается там, ну, вот два набора, это два по 15, условно, 30-40 человек, молодых учителей, которые приходят работать в школу. И вот мы находимся в разных регионах, совершенно в разных уголках страны, и что нам помогает как раз-таки в рамках образовательной программы включать современную литературу в процесс. Это, во-первых, лаборатория современной литературы для детей и подростков в школе, где мы раз в месяц собираемся и обсуждаем какую-то книгу. Обсуждаем какую-то книгу, делимся на залы, придумываем по разным темам, соответственно, уроки, объединяемся, пробуем, соответственно, показываем уроки, проводим, записываем на видео и потом опять обсуждаем. И этот опыт для нас тоже очень важным оказался, потому что как раз-таки вот эта возможность найти разные подходы, увидеть совершенно разные какие-то возможности у одного текста, ну, как у любого текста, пожалуй, да, здесь я сопоставлять, конечно, не буду с классикой, классику так тоже можно, скорее всего, изучать и пробовать, проектировать уроки. Но вот по детской литературе получается хорошо, потому что проблема еще какая учителя литературы. Я прочитал книжку, да, но придумать авторский урок, разработать вопросы, ну, то есть придумать ход этого урока, ни на что не опираясь, очень сложно порой. Ну, и времени, правда, нет, когда у тебя 28 часов нагрузки. И поэтому понятно, что когда есть какие-то вопросы, какие-то сценарии, какие-то вот фрагменты уроков, на которые можно опереться, ну, это облегчает, конечно, участь учителя и дает ему возможность и больше желания использовать как раз-таки такие книги на уроке. Потому что понятно, что любой классический или программный текст, ну, наоборот, для меня проблема, когда я начинаю готовиться к уроку, то есть столько всего нужно прочитать по какому-нибудь, ну, то есть интересного по какому-нибудь программному тексту, что не хватает порой своего какого-то участия в этом. Вот, поэтому подборка книг на различные темы, да, это тоже для нас тоже важная история. Мы ее запустили вместе с проектом, который называется проект А4, такой сайт учителей, молодых клуб учителей литературы, где мы подборками делимся тех книг, которые нас зацепили, которые мы прочитали, потому что действительно вот эта возможность опереться на чей-то опыт, да, положительный, она является одной из приоритетных как раз-таки. Так, что мы делаем непосредственно вне образовательной программы и уже за рамками программы, да. Акция, которая в какой-то момент, ну, на мой взгляд, имела колоссальный успех – подарить книгу сельской библиотеки, когда мы там три года назад Надежда Аронна объявили в Фейсбуке, ну, это правда от Надежды Аронны здесь была вся эта история, потому что, ну, она написала в Фейсбуке, что, ребята, ищем простые, хорошие книжки, интересные, увезти в сельскую местность детям. И откликнулось какое-то колоссальное количество человек. Просто люди, дети, которые прочитали уже книжки, дети выросли, эти книжки лежат, и их можно передать в сельские библиотеки. И библиотеки это берут с удовольствием, и появляются как раз-таки книжные клубы, и появляются как раз-таки вещи, связанные с тем, что можно обсуждать эти книги. И есть история, допустим, у себя в школе, мы придумали, что мы безадресно не отправляем, то есть в каждую книжку было вложено письмо про то, про что это книжка, и это же тоже для, соответственно, тех, кто прочитал эти книги, это тоже же очень важная история, когда я рекомендую книгу кому-то, да, и здесь появляется как раз-таки момент сочинительства, да, момент того, что я могу про эту книгу написать, не просто, ну, как задание, да, а как некое живое общение, как некое письмо конкретному какому-то мальчику или девочке, которые эту книгу могут прочитать. Сборник современной детской литературы в школе, где мы собрали вот как раз-таки уроки по разным текстам и представили свой опыт. Курс по детской литературе для школы Фоксфорд, у нас есть записанный курс, на котором можно тоже, мы рассказываем про разные книги, делимся своим опытом. Проект А4, да, клуб молодых учителей, где тоже разные, есть вбросы про детскую литературу, какие-то уроки мы показываем, идеями делимся. Ну, и сейчас из новых таких вещей, которые мы готовим, это сборник идей для уроков по книге «Давай поедем в Налашку», мы буквально прошлым летом влюбились в этот текст, прочитали его и со всеми наборами обсудили, и получились какие-то невероятные обсуждения, и с этим учителя пошли в школы. Вот как раз-таки в августе мы обсудили, и с этим учителя пошли в школы, и почти все провели какие-то уроки по этому тексту. И вот у нас сейчас Налашка гуляет по всем школам, ее читают вслух, ей восхищаются, радуются, и по большому счету вот такую жизнь, как раз-таки школьную, таким текстом могут дать учителя заинтересованные, которые вдохновлены этим, что очень важно. Ну и онлайн-семинар, на которых мы тоже приглашали разных людей, с гильдии «Соловестников» мы делали, там три текста обсуждали. В этом смысле очень важно еще, что нас поддерживают издательства, да, которые дают возможность читать эти книги в электронном варианте бесплатно. Да, когда есть возможность не покупать книгу за 600 рублей, это тоже большая на самом деле сейчас проблема для учителей, да, ну попробуйте купить условно 10 книг современных по 600-700 рублей, это выйдет солидная сумма для учителя, да. И кажется, что тоже на государственном даже уровне, если будет рассматриваться вопрос о том, что учителям есть условно доступ к каким-то детским книгам, да, есть какой-то банк для учителей, там, скидки в издательствах, еще где-то, это тоже может решать проблему как раз-таки прихода детской литературы в школу. Что еще я забыл сказать, девчонки, дополняйте. Вот, но и самое важное, вот чем я сейчас закончу, передам слово уже Оксане и Яне, да, мы долго думали и вот понимали, ну то есть вот этот эффект детской литературы в регионах, да, в разных далеких уголках нашей страны мы долго осознавали, потому что, ну, это было, вот когда мы приехали и начали приносить такие книжки читать с детьми, это было такой эффектом бомбы, потому что такие отклики, всем нравятся, все включаются, девчонки, ребята первый раз видят там горящие глаза детей при чтении и так далее. И мы вот сформулировали такой тезис, да, на наш взгляд, что как раз-таки современная детская литература и подростковая, да, она, поднимая вот эти важные темы актуальные о том, чем о том, что Лариса говорила, да, она позволяет как раз-таки затеять какой-то разговор, да, а разговаривают с детьми, к сожалению, в региональных школах меньше, вот, и взрослые разговаривают меньше, и учителя разговаривают меньше, и родители разговаривают меньше, уж в таком они контексте существуют, а вот эта литература, она дает им эту возможность, возможность этого разговора, разговора, она важная для них актуальная тема, и тогда есть горящие глаза, тогда есть желание читать, да, тогда нету вот этого, какого-то сопротивления в эту сторону, и получается очень здорово, как Надежда Аровна говорит, симпатично. Вот, Оксана, Яна, пожалуйста, продолжите мое выступление. Спасибо, Антон Александрович, сейчас только нужно включить презентацию. Так, а я могу продолжить. Оксана, у меня презентация есть, ой, а нет, была. Антон Александрович, можно к вам просьбу, киньте, пожалуйста, в чат свои презентации. Да, хорошо, да. Спасибо большое. Сейчас включила презентацию, ее видно? Да. Видно. Как здорово, спасибо. Итак, зачем вообще начинать разговор о травле, потому что мое небольшое 10-минутное выступление будет вот все связано с этой темой, я расскажу о текстах, которые понравились моим ученикам, по которым получился интересный, как мне кажется, разговор, ну вообще хороший разговор, но для начала я хочу начать отвечать сама на вопрос, а зачем я разговариваю с детьми о травле, о буллинге? Как мне кажется, книги, где есть эта тема, подсказывают варианты поведения нашим ученикам, то есть они сталкиваются со сложной ситуацией, не знают, а как себя вести? И вот в книжке можно посмотреть, а еще в этих текстах часто звучит очень классная, как мне кажется, мысль обратить к взрослому. Вот ты не можешь справиться с травлей? Обратить к психологу, к учителю, к родителям, к старшему брату, и очень во многих текстах эта мысль так вот, она идет как красной нитью. А еще вот сегодня утром я посмотрела, такие свежие цифры поискала, оказывается, вот в школе каждый третий ребенок, было, правда, пять тысяч опрошено учеников, но мне кажется, это очень большое количество детей, каждый из этих детей, вот третий, сталкивался с травлей, а каждый десятый о своем время молчит. Ну, конечно, вот это и есть ответ на вопрос, а для чего мы эти тексты приносим в школу. Пятый, шестой класс, книга «Чудо», и, как мне кажется, еще следующая книга, это глава Джулиана. Они вот для пятого, шестого класса ввести понятие травли, читаете, они тексты интересные, краткие такие главы, которые тоже можно взять, самые такие главы, где больше всего про травлю рассказано. «Чудо», август, учился дома и идет в школу в пятый класс, у него проблема с лицом, было очень много операций, больше двадцати, естественно, лицо изродовано, и он даже догадывается, что его ждет в школе, а в школе его ждут обидные записки, где написано, что он урод, игра, которую придумали дети, называется она «Чума», то есть никто из учеников не должен дотрагиваться до августа, а если он там случайно дотронулся, необходимо срочно вымыть руки, с ним никто не сидит в столовой, и дружить, как мы понимаем, с ним не так много желающих. И вот эту книгу мы разбираем с учениками, если будет нужно, я вот попрошу Антона Александровича, у него есть канал «Бег Булгакова», вот, может быть, он разместит, у меня есть прям подробные вопросы по этой книге, по следующей, еще по другой, о которой я не говорю, вот если Антон Александрович разместит, мы будем, вот, отправлю вас туда, если вы не правы, вот Антон Александрович показывает, что он разместит, спасибо большое. И вот есть такое ответвление, мне кажется, глава Джулиана, мальчик, который придумал игру «Чума», мальчик, который травил августа, как вообще он пришел к тому, чтобы придумать эту игру, почему он решил, что он может травить, почему он решил, что может быть организатором травмы, оказывается, у него был страх, он сам сначала испугался, с ним ни один взрослый не поговорил, ни его мама. А какая у него семья у Джулиана? А его мама берет и фотошопом убирает лицо августа, то есть мальчик из прошлой книги, чтобы он не портил снимок и рассылает всем там родителям. То есть мы сразу понимаем уже и семью. И можно сравнивать семьи, которые есть в чуде, которые есть в этой книге. И здесь еще мы смотрим на то, что у ребенка, который даже является организатором травли, всегда есть шанс измениться, успеть попросить прощения, написать письмо. И как он к этому уйдет, тоже как один из вариантов поведения, о котором я сказал в начале. Следующая книга «Я не верю монстров». Брэдли, он сидит на последней парте, в последнем ряду. Я бы не сказала, что здесь прям полностью книга о травле, как предыдущий, но здесь момент такой вот травли, буллинга, он тоже присутствует. И сам, кстати, Брэдли, он тоже задевает, врет, грубит, может ударить одноклассников и других. Но тут интересна позиция учителя. Если в предыдущих книгах учителя, администрация, директор, они выступали, у них было жесткое правило «В нашей школе нет травли», то здесь учительница, когда приводят в класс новенького, она говорит «Ты меня прости, пожалуйста, но сидеть тебе негде. Ты будешь сидеть только вот с этим мальчиком Брэдли». Там сочувствую. То есть получается, что учительница, она сама как поддерживает травлю, и все дети тоже ахают. Как это вот сидеть с Брэдли? И как здесь психолог поработает? И как здесь, правда, почему монстрами вообще становится? Тоже интересно, мне кажется, обсудить. И подробнее чуть-чуть остановлюсь на книге «Рестарт». Она прям, я вот недавно ее прочитала. Мальчик потерял память, упал с крыши, и ему предстоит узнать, что он был не только самым популярным мальчиком в школе, у него были огромные успехи в спорте, но он еще был и самым главным организатором травли. И вот тут, мне кажется, несколько цитат покажу. Когда тебя никто не трогает, ты затаенным ужасом ждешь следующей гадости. Она может пролететь в любой момент и откуда угодно. У тебя развивается настоящая паранойя. Ты на полном серьезе опасаешься, что еще шаг, и пол развернется у тебя под ногами. Дошло до того, что в относительной безопасности я чувствовала себя только за фортепиано. И вот тут следующее. В спортивной раздевалке у него таинственным образом исчезала вся одежда, и вместо нее появлялся маскарадный костюм кролика. Из всех одноклассников только у Джоула. То падал со стула и в дребезги разбивался собранный на естествознании прибор. То проливалась краска на картину, нарисованную на уроке изобразительного искусства. А однажды, когда он выступал с артепианной пьесой, на школьном концерте в здании завыла пожарная сигнализация. Вот что мы делаем с детьми? А мы с ними разбираем вообще само понятие травли прямо на этом тексте. Кто участники травли? Что это за явление? Вообще, есть ли причина, по которой начинают роить? Ну, сразу отвечаю, что причина такой быть не может, и мы с детьми к этому тоже приходим в процессе обсуждения. А еще вообще, мы даем ли шанс? Это тоже интересный вопрос для обсуждения с детьми. Может ли мальчик, который 13 лет травил, может быть, чуть меньше, был самым главным агрессором, может он стать нормальным учеником, у которого не будет больше трудного поведения? Тоже вопрос для обсуждения. А еще вечный вопрос такие здесь есть. Я хочу ходить в видеоклуб, а вот моя семья считает, что я должна заниматься футболом. Как здесь быть? А еще мы рассматриваем отношения с мамой, с папой. Папа, он вообще какой в этой книге, а чем похож на него сын, а чем он от него отличается. Вот в таком формате мы обсуждаем. И сейчас я передам слово Яне. Хотела еще сказать, что кого можно почитать из экспертов. Конечно, Людмила Петрановская, у нее очень много статей о травле. Вот есть такой благотворительный фонд Шалаш, у него Лиля Брайнис, она тоже часто выкладывает про травлю, посты. И, конечно, идем на сайт травли нет. Там есть металлички для учителей. И вместе с ними копаемся и с детьми также изучаем. Передаю слово Яне. Если есть вопросы, пожалуйста, в чат задавайте. Оксана, спасибо большое. А можно вот на все-таки использовать свое служебное положение как роль ведущего? Знаете, я многие произведения, о которых вы сейчас говорили, читала и люблю, да, и давала своему ребенку почитать. Но все-таки эти вот произведения, они довольно-таки объемные, да. То есть их вот, ну вот, допустим, к ведущему уроку не прочитаешь. И вот буквально вот у меня прямо здесь, скорее, это оказалась книжечка, рассказы волчка, чертополоху воды. И вот то, что вы говорили, один рассказ, Дарья Досок, миша для Кати Олиной. Буквально шесть страничек, да. И вот она об этом же, о, действительно, о травле, как родители могут помочь решить своим детям. И как эта травля, которая зародилась, вот можно сказать, на пустом месте, может так же быстро решиться. Поэтому спасибо большое за выступление. И прямо мне кажется, что действительно, вот чем больше таких... Я сейчас не добавлю, спасибо вам большое. Мы изучали в программе рассказ «Бумажная победа». И по нему получается тоже прекрасный... Это короткий такой небольшой рассказ. И по нему, получается, прекрасные уроки. Тоже нам Антон Александрович находил. Тоже можно использовать. А ваш рассказ мы можем обсудить, кстати, на лаборатории, которая у нас скоро будет с участниками. Поэтому большое вам спасибо. Спасибо большое. Извините, что перебила. Да, слушаем. Это очень важное дополнение. Ян, я даю слово тебе и передаю вам. Поговорим теперь. Да, тогда, может быть, Оксана, можешь полистать уже, чтобы мне не тратить сейчас на переключение время? У меня немного. Спасибо. Итак, я продолжу с такой темой. Как мы уже говорили, что современная детская литература поднимает такие сложные вопросы. То, что называется очень сложные темы, сложные вопросы в литературе. Такие, как смерть близкого, какое-то изучение взросления, изучение собственной какой-то телесности, самоидентификация и, конечно же, проблемы в семье. И вот, например, такая тема, как развод родителей, очень часто в современной детской литературе звучит. И зачем же ее изучать? Зачем же ее изучать в школе? Ну, для этого есть... Ну, во-первых, конечно же, для нас вообще чтение литературы – это про чувства, про проживание каких-то чувств вместе с детьми. И, соответственно, книги о разводе для тех, кто с этим сталкивается, а многие, конечно, с этим как-то так или иначе сталкиваются, книги на эту тему могут помочь лучше себя понять, лучше понять и прожить свои эмоции, и как-то их проработать. И даже для тех, кто сам не сталкивался с этой темой, такие книги на эту тему могут быть очень полезны тем, что они развивают вообще насмотренность. У человека показывает то, что семьи бывают очень разные. У кого-то нет отца, у кого-то нет матери, у кого-то, не знаю, кто-то вообще, может быть, в приемной семье, у кого-то родители в разводе, и это все вот так оно устроено, такая жизнь, она такая разнообразная и большая. И, соответственно, такие книги помогают нам принимать других людей. И сейчас я немножко расскажу несколько примеров книг на эту тему. И, действительно, подробнее сейчас остановлюсь на уже разрекламированной книге Анны Красильчик «Давай поедем в Налажку». Книга совсем свеженькая, год назад выпущена, когда дети на уроках об этом узнают, они делают огромные глаза, и у них совершенный восторг, что вообще вот она, вот она только что. Совсем новая книжечка, и мы ее уже читаем. Почему ее, почему вообще мы на ней остановились, многие вот из нас, почему мы с такой большой любовью ее приносим в школу? Во-первых, у нее совершенно обаятельнейший рассказчик. Это мальчик Марк, которого называют Марковкин. Он такой очень рефлексирующий, трогательный, очень умный, наблюдательный герой. И если говорить о том, как общесовременная литература устраивается в общий литературный процесс, можно в каком-то смысле давать «Давай поедем в Налажку» как такой вариант диалога с детством Толстого, потому что такой чувствительный Николенко и рефлексирующий Марк, это такие очень в чем-то близкие герои. И вот интересно вместе с ними проживать вот это взросление и становление их. И, конечно же, наблюдать за их семьей. Вот. За семьями. Да. И в Налажке какие... Если говорить о том, что как мы вообще даем современную литературу в школе, да, вот Антон Александрович уже говорил, что, во-первых, это мы можем читать по пять минут в начале урока, мы можем читать книгу, прям конкретно взять какую-то книгу и читать ее по главам, отличая на вопросы. И, кстати, Налажка совершенно замечательно раскладывается именно так. Она поделена на небольшие главы, и одну-две главы за один урок изучить прям очень хорошо получается. Соответственно, по вопросное изучение постепенно тоже работает. Но также есть способ изучения книги, когда мы берем ее именно с определенного ракурса какого-то, мы задаем темы для изучения, которые нам интересны. И в этом смысле у Налажка богата тем, что там есть разные к ней подходы, разные темы, через призму которых можно на нее смотреть. Во-первых, это как раз тема семей, сейчас я немножечко подробнее остановлюсь. И также это темы, также можно говорить о значении искусства в жизни, потому что вообще эта книга, там очень много про музыку, про то, как Марковкин со своей мамой, как они все время говорят о музыке, как она помогает им тоже. И, конечно же, фотография. Это вообще такая ключевая история. На фотографии завязан сюжет этой книги. На всякий случай кратко расскажу, что Марковкин находит старую фотографию. Да, у него нету дедушки. Его это страшно задевает, что у него нету дедушки, что... Ну, сейчас я тоже об этом еще немножко скажу. И он хочет узнать... Он хочет, чтобы его мама познакомилась со своим папой, да, то есть с дедушкой Марко. Дедушка Марко. Вот. И он находит фотографию, на которой он думает, что, возможно, там изображен как раз... Ее сделал такой автопортрет фотографический. Он думает, что, наверное, это дедушка. И там запускается целая такая детективная история с поиском. И помогает ему в этом изучение вообще знакомства с миром фотографии, фотокружок. Там потрясающий учитель, который ведет этот фотокружок. Вот. Соответственно, искусство, которое полностью преображает, меняет жизнь человека. Вот. В этой книжке. Да. И также там можно говорить об уналашке с точки зрения мечты и также с точки зрения... Ну, и через тему путешествия. Вот. Это если кратко. А подробнее про семью. Как я уже сказала, у Марка нету дедушки, да, нету отца, мамы. И никто про него ничего не знает. Точнее, ну, бабушка что-то знает, но она ничего не говорит. А мама даже как бы сама ничего не знает. И почему Марка это так задевает? Потому что у Марка, у самого, родители разведены. У отца есть там другая семья. И интересно в этой книге то, что вот эта тема развода показана нетрагично. То есть это не книга про развод и про его проживание, да. Там нету какой-то прям такой боли и злости, и вот этих вот бушующих чувств. Нет, это так очень тонко показано. Мама и отец, и папа у Марковкина вообще-то хорошо общаются. То есть там нет какой-то там войны. И Марковкин проводит время, там он живет с мамой, вот, но он проводит время с папой. Но ему бы хотелось больше проводить время с папой. И вот даже этот момент дети как раз замечают, как раз у меня дети на уроках обращали на это внимание, что почему вот, когда их спрашиваешь, почему Марк так хочет найти своего дедушку. И они замечают обращать внимание на фрагмент, где говорится, что если бы мама, если бы у мамы был свой папа, она бы поняла, как здорово проводить с ним время. И поэтому, соответственно, он запускает все вот это вот обсуждение. Ой, обсуждение, исследование. Да, соответственно, тема развода становится такой сюжет образующей в этой книге. Вот, и это уже важно, если мы говорим о книге, и как ее по вопросам обсуждать. Вот, но также интересно, что тему семьи в Налмашке можно исследовать, можно взять не просто как урок литературы, который мы просто там читаем, обсуждаем, отвечаем на опросы, там делаем какие-то маленькие штуки, небольшие проектики и так далее. Интересно, что через эту книгу можно вообще, если там кто-то делает, например, какую-нибудь проектную деятельность, идет исследование, вот, можно поговорить на тему семейной фотографии как источника знаний, там, сведений о семье, о семье, соответственно, тоже, ну, тоже такой любопытный, может быть, момент для кого-то. Вот. И кратко, да, пройдусь еще о книгах современных и более классических, тоже, я думаю, они у всех, у многих могут быть на слуху. И у меня так здесь ретроспективно получилось, начиная от самых свежих к более уже классическим. Современная книга чешской писательницы Петра Саукуповой «Бертик и Чмух». Книга вообще такая терапевтическая, потому что герой, главный герой Бертик, у него, он ужасно тяжело переживает развод родителей, он едет на отдых со своей мамой и новым, значит, ее мамином, ну, в общем, своим новым отчимом, и он его совершенно ненавидит. Его раздражает этот отчим Рихард, который похож на Вегемота, и Бертик в ужасном состоянии, и ему плохо, и от этого он портит отпуск себе и родителям, ну, соответственно, маме и Рихарду, он ведет себя отвратительно, и потом он встречает такое какое-то магическое волшебное существо по имени Чмух, которое каким-то образом, ну, которое на самом деле такой абсолютный психолог, или даже психотерапевт, и очень мягким, каким-то интересным образом Чмух сталкивает Бертика к какому-то принятию вообще всей этой ситуации, принятию своей злости, и в итоге к какому-то разрешению всего этого конфликта, вот. И из таких более классических произведений книга Ульфа Старка «Пусть танцуют белые медведи», это книга, герой тоже тяжело переживает, развод родителей, у него есть очень такой успешный, крутой, и, значит, мальчик тоже пытается стать таким же крутым, он старается быть отличником, вот, и у мальчика есть его отец, от которого ушла до мать, и отец такой замкнутый, угрюмый человек, не очень успешный, с такой простой работой, и вроде бы сначала герой его стесняется, а потом потихоньку понимает, что он принимает отца в себе, и как-то понимает, что вообще-то он тоже такой, ему комфортно быть немножко замкнутым, и ему комфортно быть, может быть, в чем-то как бы неуспешным, но это такой, какой он есть, вот, и это такие книги очень важны тем, что они и про принятие эмоций, и про принятие себя, и вот, опять же, это такая возможность прожить это, дать и детям прожить, и вообще поговорить о том, как у нас вот эти вот эмоции берутся, и почему мы стесняемся других, стесняемся себя, и откуда у нас злость, и так далее, вот, ну и книга, наконец-то, закончена позитивной ноте, книга Кристиня Неслингер, само собой, и вообще, ну такая она, конечно, уже вот не вписывается в рамки совсем современной, потому что она 90-х годов, я не помню там 90-х, какого-то, пятого, шестого года, вот, ну в России-то она появилась не так давно, поэтому для нас она, может быть, уже более, более свежая, книга, в которой все заканчивается тем, что да, вот родители начали развелись, детям тяжело, им приходится там все эти переезды, а в итоге все выясняется, заканчивается таким пиршеством, за большим столом, где все друг друга любят, и выясняется, что здорово, когда есть так много людей в семье, и все друг друга вообще-то любят, вот. Спасибо большое, да, Тима. Тимана, можно вот прям еще один маленький комментарий, такой важный, чтобы какое-то было подведение, может быть, такого блока нашего выступления, то сейчас в голову еще пришла одна мысль, может быть, тезис, гипотеза, да, что в принципе, да, современная же детская литература похожа такой на медиатекст, да, когда у нас есть, правда, возможность вытащить фразы на сферы, подростковые, много-много всего, да, здесь там архив семейной фотографии собрать, здесь ТикТок снять, здесь, значит, опереться на какой-то опыт и что-то свое подумать, да, и здесь вот еще один из таких гипотез, что это как бы возможность работать с этим медиатекстом, да, которое тоже может потом перекладываться как раз-таки на классические произведения, и здесь важно, что во всем этом, мне кажется, важно, и мы про это тоже много говорим и думаем, да, как все-таки текст оставить во главе этой истории, да, потому что все-таки в рамках урока литературы изучается современная детская литература, да, и не уйти, вот это тоже один из вопросов, да, не уйти вот в эту сферу там социализации, воспитания, еще чего-то, и остаться вокруг текста, и тут возможностей тоже большое количество получается. Спасибо. Да, спасибо, это очень важное замечание, я бы хотела сказать, что у нас сейчас присутствует три наших эксперта, и наверняка Антон Алексеевич тоже хотел высказаться, да, по этой теме и остальным, я представляю слово, кто хочет, может сказать, Антон Алексеевич. Да, если позволите, спасибо огромное, всех приветствую. Я, во-первых, благодарю коллег уважаемых и любимых за их замечательный рассказ, мне было очень интересно вас слушать, и отдельно мне, конечно, радостно, что за этим стоит живая настоящая работа с учениками. Я отдельно благодарю за формулировку, что литература в школе, она про чувства. Мне кажется, это что-то, какой-то очень важный разговор. Я начну, я вообще буду заострять и проблематизировать. Я постараюсь минут пять уложить в свою реплику, и, ну, может быть, не получится, может быть, семь. Вот, про какие-то вещи расскажу, какие-то заострю и проблематизирую. Заострение и проблематизация первое. Мне кажется, что я просто, когда провожу разные вебинары, в том числе такие большие, для большого количества учителей, там, 800 человек, и я там, менте устраиваю, да, голосовалку. Вот зачем нужна литература? И это прозвучит как претензия, но это не претензия, это какое-то очень глубокое сомнение. Там чаще других появляется слово духовность. Это слово вызывает у меня очень большие сомнения, потому что я, например, про себя не готов его произнести. Мне кажется, это очень самонадеянно. Говорить, что мы воспитываем духовность. Мне кажется, что это может говорить человек, который все-таки, ну, там уже где-то, да, вот венец святости снискал, да, там, вот что-то такое. Мне кажется, что это нуждается в серьезном переосмыслении. Очень понятно, почему про это учителя говорят. Мне кажется, это нуждается в очень серьезном, каком-то внутреннем переосмыслении. Одно из замечательных переосмыслений, это как раз путь к разговору о литературе как о воспитании чувств как и воспитание эмоциональной сферы чтобы превращать ее в ма из маленькой в широкую в этом смысле это вот первый момент который а чем я боюсь я так жестко свою про духовность да немножко даже критически но намеренно заостряю да вот но мне кажется что здесь вот в чем действительно опасность в том чтобы учитель в том что учитель будет нависать над ребенком с готовыми ответами да мне кажется это вообще очень опасная история написать над ребенком с готовыми ответами почему на первых то что это иллюзия ведь признаемся этих ответов нет вот во вторых и это к сожалению очень часто закрывает навсегда путь для ученика в культуру буквально навсегда подобно тому как может быть вы знаете много историй когда подросток сталкивается ситуации где взрослые мы говорят замолчи я здесь знаю он больше в эту сторону никогда не идет ну полно истории в книгах про это да и в жизни мы знаем вот мне кажется очень важно перестроиться из позиции авторитета в позицию медиатора учителю позицию посредника между учеником и культурой между учеником и миром языка литературы и так далее это долгое извините такое теоретическое вступление было мне нужно для того чтобы сказать что современная литература в этом смысле мне кажется замечательная возможность побыть в этой позиции медиатором конечно нам нужна иногда позиция авторитета ну мне кажется будет самонадеянно тоже также самонадеянно как говорит что мы значит все духовные также самонадеянно будет говорить что мы никогда не бываем позиции авторитета нам очень важна позиция авторитета она бывает нужна иногда но мне кажется что современная литература очень замечательный способ медиации такой посредничество встречи ученика с культурой почему Ну, по простой причине она ближе понятнее с точки зрения языка. Но это очень важная причина, потому что у кого есть опыт общения современным школьникам 5-6 класса с текстами, например, Некрасова или Тютчева, понимает, что там нуждается в переводе каждое слово. Я не преувеличиваю каждое слово. Потому что слово «твердь», как мы понимаем, точно так же непонятно, как слово «гумно», и точно так же непонятно слово «нива», потому что «нива» — это машина такая. Современная литература хотя бы по этой простой причине может быть замечательным средством посредничества, средством такого диалога. Но первый мой тезис, который мне хотелось бы предъявить в качестве размышления коллегам про то, как можно встраивать в программу. В этой связи мне кажется, что, конечно, очень важно не заканчивать современную литературу, а с нее начинать. И вот это положение современной литературы, как мне говорили коллеги, ну, у нас же в программе есть в мае. Я говорю, коллеги, вспомните, что у вас в мае. Во-первых, у вас дежурство на ЕГЭ в мае. Во-вторых, у вас триместровые оценки в мае. А в-третьих, вы не успели Лермонтова пройти, и вы вот там… Ну, условно Лермонтова, неважно, кому-нибудь другого. Вот. Это первое. То есть это, во-первых, не очень реалистично. Во-вторых, мне кажется, это не отвечает вот этому принципу медиации, когда мы встречаемся через знакомое, через понятное, через близкое. Мы движемся дальше вот в мир литературы и культуры. Поэтому, мне кажется, первая важная история, конечно, здорово, когда современная литература включается разными способами. На уровне внеклассного чтения, на уровне каких-то дополнительных занятий. Мне кажется, очень важно, что современная литература – это замечательный мотивационный ресурс для того, чтобы быть точкой входа в темы, про которые мы говорим. Мы говорим о Дубровском, о рыцарстве, о кодексе рыцарской чести, и до этого мы говорим о кодексе рыцарской чести в «Гарри Поттере». Мы говорим о «Капитанской дочке», о том, как человек меняется, когда, вот мы вспоминаем, да, история проходит через дом человека, через его частную жизнь, когда страшные исторические события проходят через нас. Мы начинаем все-таки с того, что, ну, наверное, сейчас с детьми, живущими в 22-м году, мы начинаем, понятно, с чего, про то, что мы все свидетели страшных исторических событий, но и, например, мы начинаем с «Сахарного ребенка» Ольги Громовой, где точно та же самая сюжетная модель. Помните, да? Маленькая девочка, взрослеющая на фоне страшных исторических событий. Абсолютно сюжетная модель «Капитанской дочки». Я думаю, что с сознательными… Помните, там, игра с документальностью, как и в «Капитанской дочке» и так далее. Вот, поэтому, мне кажется, очень важно, первое, осмыслять программу. Все-таки здесь я, к сожалению, так, ну, не то что полемически, но вот какую-то иную позицию. Вот Лариса Романовна цитировала, значит, варианты программы, где там, да, вот современная литература как бы такой добавочкой. Вот мне кажется, что вариант добавочки – это вариант, когда мы снова находимся вот в этой ситуации, что… Ну, вот, а еще современная литература. Нет, мне кажется, что она очень важное средство, повторюсь, вот, индиации. Это тезис первый. Тезис второй. Вижу, что я уже говорю пять минут, значит, я сейчас это самое закругляюсь. Тезис второй. Откликаясь на то, что говорят коллеги. Я, значит, попробую дальше продолжить их мысли. Тезис второй. Мне кажется, что, вот, и Антон Александрович про это сказал, что очень важен еще один аспект, про который немножко, ну, как бы, для меня мало прозвучало. Хотя, точно, что вы говорили, прекрасно, Ян Оксанов, чудесный и совершенно замечательные все разработки, все здорово. Вот, но мне немножко не хватило, конечно, да, про текст. Потому что про чувство – это важно. Я тоже всегда про это много говорю с учениками. Стараюсь много про это говорить с учениками, тоже очень люблю, но, мне кажется, важно не забывать, что перед нами текст. И в этом смысле, мне кажется, важно озвучить, что это, вообще-то, очень хорошие тексты с точки зрения художественной структуры. Они сложные. «Чудо» – это замечательный пример разговора о том, как устроена точка зрения и композиция. Потому что, да, там каждая глава написана с точки зрения нового героя. И дальше можно замечательно с этим играть. Как с этим играет, как с этим играет, простите, у меня, я в 7 утра встал проводить итоговые, то есть не в 7, в 7 утра я был в школе и проводил итоговые собеседования. Вылетают слова из головы. Паласио. Вот, как с этим играет Паласио, с этим тоже можно играть. Например, придумывать, не показываем главу Джулиана, может быть, сразу, да, придумать главы от лица тех героев, которые там не написаны. Вообще, очень здорово, что современная литература, ну, начиная примерно с Чехова, в общем, с начала 20 века, открыта к соавторству, да, и очень здорово дописывать, правда же? Вот, такой всегда открытый текст, да. Поэтому точно так же там можно придумывать максимы, как там, да, вот эти вот свои собственные максимы, да, какую максиму, какая максима будет у тебя сегодня, или какая максима у тебя будет на эту четверть, да, можно придумывать главы от лица других героев. И очень здорово говорить про этот текст, например, совершенно с другой стороны, не только со стороны травли, но со стороны точки зрения, со стороны того, что мы никогда не знаем, какой, какой стороной повернутся события нашей жизни, когда на них посмотришь с другой стороны. И это в этом смысле абсолютно та же самая структура художественной, что и о повестях Белкина, которые, помните, все время, поворачиваются к нам неожиданно игровой стороной, да. Вот. И это, конечно, замечательный повод для разговора снова такого человеческого о том, что злодею, оказывается, дан голос, да. Вот. Меня всегда еще поражала символика книги, символика времени в чуде, потому что героя зовут Август, главного злодея зовут Джулиан, то есть Юль, а еще там есть герой Джун, и таким образом имена героев охватывают весь летний цикл. А почему летний? Потому что летом практически не происходит действия книги, потому что оно охватывает годовой цикл школьного учебного года. И это лето, как такое счастливая пора, да, где нету, с одной стороны, счастливая пора, где нету этой страшной травли, да, а с другой стороны, к концу лета становится противоположностью, потому что школа становится ценностью. Вот. И это еще один замечательный такое направление для разговора с учениками про годовой цикл и про то, как мы ждем или не ждем лето и так далее, да, вот про хронотоп книги, да. Ну, то же самое с «Уналашкой». Это тоже текст очень талантливый сделанный, да, с системой символики, и, мне кажется, отдельный разговор, что такое «Уналашка», и здесь его здорово ставить в ряд других таких историй, да, про мечту, про далекую страну, этой Грин, этой Мцири, ну, много-то разные, можно в разные ряды, да, но понятно, что «Уналашка». И очень важный дальше разговор, то есть одно, что, да, вот об этом-то как бы романтическом таком коде, да, романтическом условно, да, ну, действительно, такой вот мечте, да. А согласно личностный разговор, конечно, где-то «Уналашка», что за «Уналашка», куда мы можем, хотим поехать сами. Вот, забавно, что вообще какая-то важная тема для современной литературы, не только подростковой, потому что мне кажется, что «Уналашка» — это примерно то же самое, что «Брисбен», а «Водолазкины» с хорошей точностью, прям буквально, они даже, кажется, примерно в одном месте находятся, «Уналашка» и «Брисбен», в смысле. Вот, это про такие воображаемые миры и места современной литературы. Тут тоже про это, кстати, можно здорово думать и придумывать свою «Уналашку» или свое какое-то такое место, куда хочется отправиться, а тут и путь снова к творчеству, конечно же, учеников. Вот, я должен уже останавливаться, мне ужасно неловко, что я, значит, так много говорю, а я хочу, но я, простите, это самое, после организации итогового собеседования хочется поговорить про живое. Вот прямо, знаете, как будто бы «Приник, как Муцири», значит, «Приникнуть к воде, напиться». Вот. А еще не хватает живого. Нас отравляли мертвичиной первую половину дня. Очень хочется про живое теперь. Вот. Я не могу не поделиться, потому что моя студентка из Нижегородской вышки только что защитила потрясающий проект урока на тему про дружбу в вафельном сердце. Это, мне кажется, книга, которая как-то, ну, все мы ее знаем и любим, она как-то не прозвучала, но правда же «Вафельное сердце» это прямо вот как дети показывают, прямо вот в сердечке у всех, да, как сказали бы дети. И которые тоже очень талантливые, да, вот мне тоже кажется важная история. У меня моя идея в том, что «Вафельное сердце» это детство Толстого, а «Вратарь и море» это ватричество. И если я правильно понимаю, Мария Парр пишет продолжение, так что вот будет юность. Вот. То есть это такая история, вот структура совершенно толстовская, вот это его, да, диалектики души, да. И, да, вот Таисия из Нижнего Новгорода, студентка третьего курса, придумала, что мне кажется, великолепная идея про то, что на материале «Вафельного сердца» очень здорово можно отработать понятие внутреннего монолога и попросить сначала разыграть, сначала написать монолог Лены, монолог Трилли, а потом разыграть монолог, внимание, я просто когда услышал, монолог своих внутренних Трилли, один из которых убеждает, что нужно признаться Лене в том, что она лучший друг, а другой, который спорит с этим. И это же правда очень крутой такой ход из сторителлинга в том числе, да, про то, как создание внутреннего монолога позволяет человеку наладить какой-то внутренний диалог, разговор с самим собой, да, и проговорить какую-то сложную ситуацию, да, найти ей слова. Вот. Да, я прошу прощения, я забыл самое-самое такое вкусное, а начать этот урок Таисия предлагает с того, чтобы написать, помните, на обложке сзади там рецепт вафель, да, вот, написать рецепт вафель для своего лучшего друга, например, он будет состоять из трех килограмм поддержки, десяти литров смеха и пятнадцати грамм легкой грусти, которую вы испытываете, когда вы прощаетесь друг с другом или когда вы обсуждаете вместе какой-нибудь грустный фильм. Вот. Мне кажется, что на этом я остановлюсь, сказав последний тезис. Мне кажется, что какая еще очень важная история в современной литературе, я это ощутил на себе, когда я проводил урок по «Вратарю моря», что учитель этот текст тоже читает впервые. И в этом смысле, Антон, при всем уважении к тому, что вы делаете, соглашаясь на 200% с тем, что вы говорите, я понимаю, что готовые разработки по современной литературе, они в каком-то смысле, ну, очень хорошо, а, с другой стороны, очень плохо, потому что они убивают вот этот удивительный эффект, когда ты сам открываешь этот текст вместе с детьми. Я сам на себе ощущаю, да, когда приходишь, такой, вау, слушайте, я тут прочитал новую книжку пар, а как вам дети, а что вам зашло, слушайте, а давайте поговорим. И вот это ощущение, мне кажется, которое подлинное ощущение встречи, я возвращаюсь к первому своему тезису, к медиации, когда я открываю культуру и балдею над тем, что я офигеваю, я, то есть, ну, как бы понятно, что вы скажете, что для той ситуации, когда у учителя нет времени и так далее, вот, но мне кажется, вот это ощущение нового текста, который я открываю и вместе с учениками, и вместе с ними пытаюсь разобраться, слушайте, а про что это вообще, а почему оно так устроено, и это про позиции учителя, все-таки, поскольку, ну, мы еще на мероприятии, которое называется методический клуб учителей, да, мне кажется, очень не хватает, а методический клуб московских учителей, да, вот, на которые пришли гости работающие в школе в провинции, это, мне кажется, очень не хватает, как раз, может быть, учителям работающим в сильных школах, да, там, в благополучных контекстах, очень сильно не хватает позиции исследователя-перевооткрывателя, все-таки, мне кажется, очень важно, чтобы учитель в себе эту позицию удерживал, я впервые открываю текст, я не знаю про что, я его исследую, я вместе с учениками, я очень люблю вслед за Марией Анатольевной Павловой задавать вопрос ученикам, а что мы с вами сегодня поисследуем, что нам хочется, в чем нам хочется покопаться, очень здорово, когда тебе самому хочется покопаться, простите, последний тезис, извините, что-то его оставо понесло, вот, если у тебя есть фонтан, как говорил Козьма Прудков, заткни его, значит, очень здорово проводить современную литературу, и в том числе подростковые педсоветы, и заседания методических объединений, когда вы приносите на педсовет или на заседание методического объединения текст или отрывок из текста, фрагмент из текста, и вместе с ним копаетесь, при этом это здорово делать как с учителями других кафедр и методобъединений, да, то есть обсуждать психологические вопросы, так и с филологами анализировать с нуля незнакомый текст, и это мне кажется очень важное упражнение для учителя, потому что она ставит учителя в позицию ученика. Насим Шихерезада прекращает, дозволено ей речь. Коллеги, спасибо вам огромное, это я так много говорил, потому что я так вами вдохновился, вы очень крутые, спасибо большое. Спасибо большое, сейчас я бы хотела предоставить слово Шишигиной Татьяне Леонидовне, которая у нас присутствует на этой встрече, и которая, я знаю, что тоже со своими студентами, учениками увлекается современно, разбирается современной текстом, поэтому, пожалуйста, Леонидовна. Здравствуйте, простите, немного болею. Спасибо большое за интересный разговор, как сказал Антон Алексеевич, про живое. Мне кажется, что да, вот здесь сегодня действительно был разговор про живое, поэтому он такой интересный получился. То, что делает вот группа учителей проекта «Учитель для России», мне кажется, очень-очень интересным. И по своему опыту скажу, я часто тоже веду курсы для учителей и для больших аудиторий. Интерес современной литературы есть у провинциальных учителей, но есть и страх перед этой литературой. Поэтому, особенно у учителей, которые в возрасте, с одной стороны, им читать интересно, они записывают все эти списки, читают, для них такое же летнее чтение, с другой стороны, у них страх, как это преподавать. Как классику преподавать, они уже знают. А как говорить о современной литературе, и не будут ли они выглядеть смешными, разговаривая о тех проблемах, которые современные. Вот в анкетах они об этом пишут, мы не знаем как. Поэтому мне кажется, что вот Антон Александрович поставил очень важный вопрос о методике преподавания современной литературы. С одной стороны, творческим учителям, конечно, интересно открывать эту книгу вместе с детьми, я совершенно тут согласна. Не надо никаких статьей, наверное, читать, прийти вместе. С другой стороны, учителю нужна какая-то опора. Вот. И нужен чужой опыт для того, чтобы может сопоставить со своими впечатлениями, для того, чтобы, может быть, он станет толчком для собственной разработать. И в этом плане вот у меня есть книга Антона Александровича мне дарил по разработке методической по современной литературе. Мне интересно, мне понравилось. Может, я проведу урок по-другому, да, что-то, может быть, возьму, что-то нет. Но то, что это было интересно, это действительно так. Мне кажется, я не видела у Ларисы Романовны навигатора, но мне захотелось совершенно почитать, посмотреть его, его можно где-то найти навигатор по детской литературе, посмотреть. Кстати, я думаю, мы его переиздавать, потому что вот остался мой один авторский экземпляр, но в электронном виде я вам обязательно перешлю его, как-то посмотрим. Я действительно сама и провожу уроки по современной литературе, может быть, не так часто, как хотелось бы. И вот эта идея до классического произведения, мне тоже она понравилась, потому что обычно я провожу, ну, как урок не классного чтения, я бы так назвала, потому что уроки не классного чтения, но уроки не классного чтения я могу отойти от программы, что в провинциальной школе не так легко. Но уроки не классного чтения не позволяют выбирать любые книги, которые мне нравятся, и тут я выбираю современную литературу. И вот сопоставление с классическими дают разговор про вечных темах о том, что такое хорошо, что такое плохо, и об общих, может, моделях построения художественного мира произведения. Вот. Ну, и пишу дипломы со студентами по современной литературе, предлагаю тоже какой-то список. И вот сейчас в работе как раз диплом по произведению Ольги Громовой написано, диплом по произведению Дины Сабитовой. Студентам это невероятно интересно, но, что любопытно, они не знают этих произведений. То есть, когда привыкаешь на третьем курсе произведения современной литературы, оказывается, они не знают Дины Сабитова, а кто это такая, Ольга Громова? То есть, я так понимаю, что в школу современная литература практически еще не пришла. Поэтому особенно важным сегодня является вот этот разговор на клубе по современной литературе. Лариса Романовна, Антон Александрович. Спасибо большое. Татьяна, Анатолий Сабитовна, спасибо вам большое. Еще удивительно, что вот вы фамилии, которые произнесли, что Дина Сабитова, что Ольга Громова, они же абсолютно открыты и доступны для связи. То есть, в принципе, можно, да, и по видеоконференциям, и они отлично, так скажем, отзываются на все предложения. То есть, это... Фейсбуки, отчаясь... Фейсбуки общаются. Да, да, да. То есть, это можно еще и такой, как, да, вопрос-ответ прямо вот от первого лица. Действительно, что живой разговор может получиться. А я бы хотела сказать, что наша встреча уже подходит к концу, что мы сейчас с вами еще подняли только маленький такой процент, да, от современной литературы. Мы касались с вами в основном прозы. Мы еще не поднимали разговоры о современной поэзии, о современной драматургии, да, которая тоже, скажем так, может каким-то образом присутствовать на школьной практике, да, преподавания литературы. Но там, как мне говорят, ой, там такой темный лес. И, конечно, я думаю, что Елена Анатольевна, если нас слышат, то как-нибудь мы соберемся, наверное, с силами и все-таки еще поговорим и о поэзии современной. Посмотрим, по крайней мере, что у нас получится. Думаю, весело. Хорошо. Спасибо большое всем за участие. Лариса Романовна, на секундочку, можно? Да, да, да. Я вас сегодня слушаю, к сожалению, простите, что не все там, ни вы меня не видите, ни я там не все вижу, поскольку в отпуске. Коллеги, я очень хочу поблагодарить всех, кто поучаствовал и отдельно хочу благодарить Ларису Романовну. У нее сегодня дебют, она первый раз проводит метод-клуб. Она отлично его организовала, поэтому, Лариса Романовна, спасибо вам большое и нашим коллегам тоже. Спасибо огромное. Действительно, было очень интересно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что пришла молодежь к нам. У нас такая поколенческая история получилась, когда вот мы те, кто чуть постарше, скажем так, Татьяна Леонидовна, и те, кто у нас чуть помладше, и все мы здесь вот вместе очень интересно, по-моему, поговорили. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. До свидания, до новых встреч. Конечно, спасибо большое. С новыми идеями. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok